здравствуйте уважаемые родители мы продолжаем наш разговор о здоровье ребенка сегодня я хочу поговорить ну как обычно наверно наших встречах коснуться темы может быть спорной может быть неоднозначной но основная моя задача это предложить вам задуматься об ваших отношениях с детьми об ваших взглядах на семью на взаимоотношения с ребенком мы говорили с вами как-то на предыдущих встречах о том что ребенок и мать связаны определенными нитями связанные какими-то биологическими факторами но понятно что ребенок зависит от мамы она его кормит она его защищает но я сейчас хочу сказать о других нитях о более глубокой связи о связи духовной о связи биоэнергетической вы никогда не задумывались над таким фактом почему ребенок вот так воспринимает мать тянется к ней не только же для того чтобы она его накормила она его защищала есть что-то другое что-то более глубинное которое соединяет мать и ребенка и ребенок чувствуя рядом мать чувствуя ее поддержку становится более спокойным более уверенным и это сказывается на всю его дальнейшую жизнь дело все в том что ребенок находясь рядом с матерью несмотря на то что он является самостоятельной личностью со своим характером со своими взглядами на жизнь очень рано сформировавшимися со своими эмоциями своими ощущениями того мира куда он пришел тем не менее нуждается в том чтобы кто-то находился рядом и вот здесь очень важно использовать эти нити соединяющие вас ребенком для того чтобы он вырос нормальным полноценным человеком не так давно мне попалась особенно уникальная потрясающая книга писателя довольно известного анатолия приставкина который очень много лет больше 10 лет был председателем комиссии по помилованию при президенте российской федерации эта комиссия разбирала заявление людей осужденных на смертную казнь потом на пожизненное заключение с просьбой о помиловании и вот изучая дела биографии преступников убийц маньяков приставкин сделавшему потрясающий вывод оказывается что больше 95 97 процентов таких людей по каким-то причинам росли без матери и вот что получается получается что присутствие матери для ребенка становится тем фундаментом тем той крышей в которой ребенок очень сильно нуждается и вот очень важно чтобы эти нити соединяющие вас ребенком духовно душевно энергетически не превратились в канаты но никогда не задумывались над таким фактором почему человечество имея огромный жизненный опыт никогда не может научиться на чужих ошибках почему каждый человек снова и снова повторяет те ошибки которые из поколения в поколение люди совершают ответ очень простой человек устроен таким образом он физиологически не может научиться на чужих ошибках он должен пройти свой путь он должен набить свои шишки совершить определенное количество своих ошибок и только тогда он сможет выстроить свой жизненный путь правильно человек должен выработать свои условные рефлексы это жизненный опыт как бы вы не говорили ребенку и сколько бы вы его не убеждали что не надо трогать горячий чайник будет больно ребенок все равно его потрогает и только убедившись в том что это действительно больно он больше не будет этого делать спрашивается если все так устроено зачем же присутствие матери присутствие матери необходимо для того чтобы то боль это неудача которой окажется ребенок чтобы она была для него меньшим испытанием чтобы он знал что его всегда поддержит что его всегда что его всегда подстрахуют что ему всегда помогут что есть рядом близкий человек способный его поддержать его успокоить ему помочь и это этот фактор является стабилизирующим фактором формирования спокойной и уверенной жизни ребенком впредь даже во взрослом состоянии даже в ситуации когда человек уже взрослый самостоятельный ему все равно будет нужна своя помощь ваша помощь и вот смотрите например обычная житейская ситуация ваш сын выбрал себе спутницу жизни подругу невесту который хочет жениться она вам не нравится и вы понимаете что не будет он счастлив с этой женщины и что она ему не подходит и во всеми силами пытаетесь этому противостоять мягко спокойно агрессивно подчас убеждая у нас не послушает мало того он сделает по-своему и не сможет это признать всю оставшуюся жизнь будет мучиться и жизнь его может не сложиться в чем же тогда помощь помощь заключается в том что не надо препятствовать дайте возможность совершить эту ошибку но потом когда он поймет что он это сделал помогите ему подскажите будьте рядом не обвиняя его в том что он вас не послушался а просто тихо подставьте ему свое плечо и поверьте мне что он будет вам благодарен и вот здесь очень важно отличить нити от канатов которыми вы привязываете ребенка к себе навязывая ему свою волю желая добра и желая уберечь его от ошибок вы создаете ему массу сложности и массу неприятностей которые он не сможет признать следующая нить которая связывает вас с ребенком которая формирует вот эти вот канатики ваших отношений ну наверное она первая с которой которая налаживается между вами и маленьким ребенком это грудное вскармливание чтобы сейчас не говорили вот я так уже представляю что многие мамы недовольно слушая мои слова говорят себе ну как же так сейчас такая индустрия сейчас такие хорошие смеси сейчас замечательные продукты заменяющие грудное вскармливание зачем мне это головная боль зачем мне портить фигуру зачем мне тратить свое время лучше я потрачу его на что-нибудь другое ребенок может благополучно с совершенно никакими отклонениями получить все то что есть в молоке с помощью смеси да действительно индустрия создания грудного питания на сегодняшний день заменителя молока она достойно она по своему химическому составу ничуть не отличается от грудного молока но есть один нюанс нюанс этот заключается в том что кормя ребенка грудью вы не только даете ему определенные белки жиры углеводы и витамины которые есть смесях тоже вы даете ему биологическое чувство защищенности биологическое чувство принадлежности вас к нему вот эта связь в свое время где-то в семидесятые годы французские исследователи провели очень интересный эксперимент опыт они прошлись по тюрьмам среди заключенных не важно по какой статье заключенные сидели и проанализировали их раннее детство и они выяснили что опять же те же 90 с лишним процентов людей совершивших преступления различных сферах они не кормились грудью они кормились искусственным путем почему потому что во время грудного вскармливания контакт матери и ребенка максимальный вы прекрасно понимаете что дать бутылочку со смесью во первых это может каждый член семьи во вторых для этого не обязательно с ребенком разговаривать ну далее посмотрели что все в порядке и пошли заниматься своими делами или в лучшем случае держите бутылочку и разговариваете по телефону смотрите кино читаете новости в планшете и так далее и так далее а во время кормления грудью вы целиком принадлежите ребенку вы с ним общаетесь ни одна мать не сунет свою грудь ребенку грубо не будет в этот момент общаться с другими членами семьи или кого-то там воспитывать или выяснять отношения с мужем она целиком и полностью принадлежит ребенку она с ним общается она с ним ласковая она уделяет время только ему и поверьте даже новорожденный ребенок прекрасно чувствует это время следующие нити которые соединяют вас ребенком это ваше общение не экономьте время пытаясь общаться с ребенком старайтесь уделить этому максимальное количество времени разговаривая с ним даже с новорожденным с очень маленьким ребенком разговаривать можно абсолютно обо всем и как странно это не прозвучит не только там сюсюкайтесь и говорите о том какой он хороший какой он там нежный как вы его любите это хорошо но этого мало как странно это не прозвучит говорить с ним обо всем о ваших проблемах о рабочем дне о том как вы прожили день о том что вам приснилось советуйтесь понятно что он вам не ответит но он вас услышит и вот эти вот контакты вот это вот доверительное отношение и поверьте что уже в раннем возрасте как только ребенок начнет говорить как только он начнет вас понимать уже реально уже ощутимо вдруг с удивлением обнаружите что ребенок вас великолепно чувствует что он дает вам какие-то советы что он прекрасно вас понимает это результат вашего общения подумайте об этом подумайте о том как вы строите отношения с вашим малышом на самых ранних этапах его развития и чем больше вы будете ценить в нем личность чем раньше вы поймете что это ребенок ребенок что это человек способный вас выслушать способный вас понять пусть даже не ответить сразу но почувствовать вы получите в со временем не только послушного и любящего человека вы получите настоящего друга близкого человека на многие на многие годы это тот момент жизни в принципе ради которого наверное многие и рождают детей для того чтобы вот получить в их лице близкого надежного и любящего человека я надеюсь что вы услышали меня я надеюсь что даже если вы в чем-то не согласны вы подумаете о моих словах вы проанализируете и может быть даже измените свое отношение к тому малышу который сейчас находится рядом с вами и может быть даже вместе с вами меня слышит всего доброго до новых встреч и берегите себя